Очередной путинский конвой, очередное усиление обстрелов наших позиций. За сутки украинские силовики потеряли четверых бойцов. Террористы обстреляли из артиллерии школу и жилые дома в поселке Станица Луганская, в Донецке. В результате перестрелки между боевиками погибли двое мирных жителей. Под Мариуполем находится наш корреспондент Эльвина Сидбулаева, она с нами на связи. Эля, здравствуй. Какие последние события, что под Мариуполем сегодня? Да, Наташа, в течение четырех часов наши позиции подвергались почти непрерывному обстрелу. Террористы огонь открыли со стороны села Октябрьска, арт-обстрелы продолжался около четырех часов, и боевики использовали и минометы, и артиллерию, и грады. Наиболее интенсивный обстрел был недалеко от села Гнутова. Сначала освещали, потом артиллерии накрывали. На протяжении четырех часов, по всей линии фронта. Территория для настоящих мужчин опасна и сложна. Ну, ничего страшного, составляемся. И сегодня мы побывали на окраине точки территории, контролируемой украинской армией, это за Волновахой. Там находится 28-я бригада, их регулярно обстреливают. И во время минометной атаки боевиков двое украинских солдат погибли. Снаряды попали прямо в окоп с нашими бойцами. Известно, что один из Одесской области, второй из Чернкасской. Минометы 125-го. С этой стороны были. Попали в окоп. И осколки пошли в окоп. Тут находились два наших солдата. Одно получилось сразу на смерть, а другого в машине. Не довезли до госпиталя. Жалко, конечно, хлопцы, жалко. Теряем. И почти два километра от 28-й бригады уже территория подконтрольна террористам. Оттуда постоянно ведется артовстрел, по данным нашей разведки. Там находится не меньше трех сотен боевиков. А из техники это танки САУ, БТР, БМП. И после очередного путинского конвоя террористы явно активизировались. Вот этот флаг, он и символизирует сегодня, что здесь проходит линия фронта. Сзади вы уже видели так званые самозванцы ДНР. После гум-конвоя возрастает опасность. Стреляют с миномета в основном. С расстояния 2-3 километра. Засечь, грубо говоря, их невозможно. Они отстреляли и уехали. Там Аленовка, Донецк. Противник там. После нас уже стоят позиции противника. И в последнее время активизировалась и воздушно-вражеская разведка. Особенно в районе населенных пунктов Водяное, Лебединое и Тополино. Вот это вся информация на эту минуту. Наталья. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева была с нами на связи. Продолжение следует.